Приветствую вас на канале Техноарена, а в этом видео я расскажу вам о 7 лучших смартфонах OnePlus. На штоп я хочу начать с модели OnePlus Nord 2T 5G, которая может похвастаться AMOLED-экраном с диагональю 6,43 дюйма, разрешением 2400 на 1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц, защитным покрытием Corning Gorilla Glass 5. К покупке доступны две версии 8х128 и 12х256 гигабайт. За производительность этого смартфона отвечает процессор Dimensity 1300, а в качестве графического ускорителя выступает Mali-G77 MC9. Основная камера с оптической стабилизацией может снимать с разрешением 50 мегапикселей. В дополнение к ней идут сверхширокоугольная камера с 8 мегапикселями и монообъектив с двумя. Фронтальная камера имеет на своем борту 32 мегапикселя. Девайс получил оболочку OxygenOS 13 на базе операционной системы Android 12, которую можно обновить до 13-й версии. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч. Доступна быстрая зарядка мощностью 80 Вт. В своих отзывах пользователи обычно отмечают симпатичный и эргономичный дизайн, хорошую основную камеру, шуструю зарядку, достойный экран, удобную оболочку и высокую производительность. А вот про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится, хотя иногда все же встречаются отзывы с нотками негатива. В описании к этому видео мы оставили ссылки на все смартфоны, представленные в нашем рейтинге. Там же вы найдете специальный скидочный промокод, который позволит вам сэкономить при покупке на Яндекс.Маркете. Успеете воспользоваться им. Далее в нашем рейтинге идет модель OnePlus 11 5G, которая обзавелась экраном Superfluid AMOLED с диагональю 6,7 дюймов, разрешением 3216 на 1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным покрытием Corning Gorilla Glass Victus. Мне также хочется отметить, что корпус устройства имеет защиту от пыли и брызг уровня IP64. К покупке доступны следующие версии 8х128, 12х256, 16х256 и 16х512 ГБ. Производительность этого смартфона обеспечивается процессором Snapdragon 8 Gen 2, а в качестве графического ускорителя выступает Adreno 740. Основная камера с оптической стабилизацией может снимать с разрешением 50 мегапикселей. Ее дополняют сверхширокоугольная камера с 48 мегапикселями и портретная телекамера с 32 мегапикселей. Фронтальная камера получила 16 мегапикселей. Девайс работает с оболочкой OxygenOS 13 на базе операционной системы Android 13. Емкость батареи составляет 5000 мАч. Доступна быстрая зарядка мощностью 100 Вт. В своих отзывах пользователи обычно отмечают высокую производительность, качественный звук, достойный экран, отличную основную камеру и шуструю зарядку. А вот про какие-то по-настоящему существенные минусы сказать нечего, хотя периодически все-таки можно увидеть отзывы с негативной окраской. Ставьте лайки, если вам понравилась эта модель и не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Следующий смартфон, о котором я хочу вам рассказать, носит название OnePlus 10 T5G. Эта модель получила дисплей Fluid AMOLED с диагональю 6,7 дюймов, разрешением 2412 на 1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным покрытием Corning Gorilla Glass. К покупке доступны следующие версии 8х128, 12х256 и 16х256 ГБ. Производительность устройства обеспечивает процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, а в качестве графического ускорителя выступает Adreno 730. Основная камера с оптической стабилизацией может снимать с разрешением 50 мегапикселей, в дополнение к ней идут сверхширокоугольный модуль с 8 мегапикселями и макромодуль с двумя. Фронтальная камера имеет на своем борту 16 мегапикселей. Девайс получил оболочку OxygenOS 13 на базе операционной системы Android 12. Емкость аккумулятора составляет 4800 мАч. Доступна быстрая зарядка мощностью 150 Вт. В своих отзывах пользователи обычно отмечают симпатичный дизайн, высокую производительность, молниеносную зарядку, отличную основную камеру, достойный экран и приличный звук. А вот про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится, хотя иногда, конечно же, встречаются отзывы с нотками негатива, которых абсолютное меньшинство. На очереди модель OnePlus Nord CE 2 5G, которая может похвастаться экраном Fluid AMOLED с диагональю 6,43 дюймов, разрешением 2400 на 1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и защитным покрытием Corning Gorilla Glass 5. К покупке доступны только две версии 6 на 128 и 8 на 128 ГБ. Мне также хочется отметить, что производитель предусмотрел здесь поддержку карт памяти формата microSD. За производительность этого смартфона отвечает процессор Snapdragon 750G 5G, а в качестве графического ускорителя выступает Adreno 619. Основная камера может снимать с разрешением 64 Мп. Ее дополняют сверхширокоугольный модуль с 8 Мп и монообъектив с двумя. Фронтальная камера получила 16 Мп. Девайс работает с оболочкой OxygenOS 13 на базе операционной системы Android 11, которую можно обновить до 13 версии. Емкость батареи составляет 4500 мАч. Доступна быстрая зарядка мощностью 65 Вт. В своих отзывах пользователи обычно отмечают хорошую производительность, приличную автономность, достойную основную камеру, добротный экран и отличное соотношение цены и качества в целом. А вот про какие-то по-настоящему существенные минусы речи не идет, хотя периодически все-таки можно наткнуться на отзывы с негативной окраской. Финальную тройку нашего рейтинга открывает модель OnePlus 8, которая обзавелась OLED-экраном с диагональю 6,7 дюймов, разрешением 2412 на 1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным покрытием Corning Gorilla Glass 5. К покупке доступны следующие версии 8х128, 8х256, 12х256 и 12х512 ГБ. Производительность этого смартфона обеспечивается процессором Dimensity 8100 Max, а в качестве графического ускорителя выступает Mali-G610 MC6. Основная камера с оптической стабилизацией может снимать с разрешением 50 Мп. В дополнение к ней идут широкоугольная камера с 8 Мп и макрокамера с двумя. Фронтальная камера имеет на своем борту 16 Мп. Девайс получил оболочку OxygenOS на базе операционной системы Android 12. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч. Доступна быстрая зарядка мощностью 150 Вт. В своих отзывах пользователи обычно отмечают удобную оболочку, достойную основную камеру, хорошую производительность, молниеносную зарядку, добротный экран и симпатичный внешний вид. А вот про какие-то действительно серьезные недостатки сказать нечего, хотя иногда все же встречаются отзывы с нотками негатива. Предпоследний смартфон, о котором я хочу вам рассказать, называется OnePlus 10 Pro 5G. Эта модель получила дисплей Fluid AMOLED с диагональю 6,7 дюймов, разрешением 3216 на 1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным покрытием Corning Gorilla Glass. К покупке доступны следующие версии. 8х128, 8х256, 12х256 и 12х512 ГБ. Производительность устройства обеспечивает процессор Snapdragon 8 Gen 1, а в качестве графического ускорителя выступает Adreno 730. Основная камера с оптической стабилизацией может снимать с разрешением 48 мегапикселей. Ее дополняют сверхширокоугольный модуль с 50 мегапикселями и телеобъектив с 8. Фронтальная камера получила 32 мегапикселя. Девайс работает с оболочкой OxygenOS на базе операционной системы Android 12, которую можно обновить до 13 версии. Емкость батареи составляет 5000 мАч. Доступны быстрая зарядка мощностью 80 Вт и беспроводная мощностью 50. В своих отзывах пользователи обычно отмечают высокую производительность, симпатичный дизайн, хороший экран, отличную основную камеру, шуструю зарядку и высокое качество исполнения в целом. А вот про какие-то по-настоящему существенные минусы речи не идет, хотя периодически, конечно же, можно увидеть отзывы с негативной окраской. А завершает наш топ-7 лучших смартфонов OnePlus модель OnePlus Nord CE2 Lite 5G, которая доступна в двух версиях 6х128 и 8х128 ГБ. Этот смартфон может похвастаться IPS-экраном с диагональю 6,59 дюймов, разрешением 2412 на 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. За его производительность отвечает процессор Snapdragon 695 5G, а в качестве графического ускорителя выступает Adreno 619. Основная камера может снимать с разрешением 64 мегапикселя. В дополнение к ней идут камера глубины с 2 мегапикселями и макромодуль тоже с 2 мегапикселями. Фронтальная камера имеет на своем борту 16 мегапикселей. Девайс получил оболочку Oxygen OS 13 на базе операционной системы Android 12, которую можно обновить до 13-й версии. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Доступна быстрая зарядка мощностью 33 Вт. В своих отзывах пользователи обычно отмечают неплохую основную камеру, добротный экран, приличную автономность и удобную оболочку. А вот про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится, хотя иногда все же встречаются отзывы с нотками негатива, которых абсолютное меньшинство, как и в случае с остальными моделями в нашем рейтинге. Напоминаю, что ссылки на все смартфоны, представленные в нашем рейтинге, вы найдете в описании, там же мы оставили специальный скидочный промо-код, которым обязательно стоит воспользоваться, если вы хотите сэкономить при покупке. А у меня на этом все, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если наше видео показалось вам интересным и полезным, и не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Счастливо!